ну шо братва привет я вернулся в саудовской аравии был в украине о чем я вообще хотел сегодня рассказать сегодня опять четверг это значит завтра пятница а вот о новостях которые у нас в саудовской аравии как бы произошли во время моего отсутствия вчера произведен первый кино сеанс в рияде да для многих это конечно будет такой такой себе новостью как бы потому что вроде такие какие-то обыденные вещи кино вот так вот давай сходим в кино вы говорите там украине где-то вот хотите провести там время с любимым человеком детьми и давайте сходим в кино говорите вот а здесь говорили а давайте сходим верблюдам хвосты покрутим и все такие аааа прикол давай вот но не так это я утрирую но вот не было кино да какие-то такие обыденные вещи кино вчера был первый киносеанс я хочу просто я хочу пойти реально я хочу пойти в кинотеатр для того чтобы посмотреть как бы как там все дело это организовано почему по потому что ну как бы мужчины женщина разделяют все равно есть в любом случае там либо по сеансам они как-то это делят либо по залам но я просто хочу сходить посмотреть но это вот касательно тех тех изменений которые на данный момент происходит происходит саудовской аравии вот кино то есть в начале там года открыли кинотеатр в джете вчера открыли кинотеатр в риаде это первое изменение второе него дни не приближается неутешительно тот день когда женщины гордо гордой женщины саудовской аравии начнут все-таки выводить машины это произойдет через два месяца в начале через два с половиной месяца в начале июля вот по этому поводу очень много очень много женщин просят своих мужей уже купить им машины вот и вот начинается такая вот история полицейский проехал что еще какие еще изменения погода меняется погода словно очень много было песчаных бурь вот за прошлое за прошлое за время вот пока я не уходил в эфир это там две недели грубо говоря на было много песчаных бурь слава богу я был в украине очень неприятная эти все песчаные бури вот но уже так тепленько я могу сказать 34 сейчас сколько у нас времени 6 часов вечера 34 градуса тепла то есть уже так подбираемся мы к сорокету это горячий воздух но все равно такая температура как но приятно сухо вот хорошая хорошая погода в целом вот что еще она есть как бы у нас личные достижения мы теперь в карфу поставляем это одна из крупнейших мировых сетей ритейлеров это тоже как бы респект но это лично и тут очень много бы людей задействовано в всем это такое достижение большое я считаю вот что еще и в этот раз как-то очень было очень было тяжело и трудно тяжело и трудно уезжать из украины первых очень мало семьей по был вот и хотел бы хочется всегда больше 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 на это не на следующей неделе сегодня четвертого пятница выходной на следующей неделе планирую поехать посмотреть компаунда я думаю что запишу видео для того чтобы у вас мои дорогие было представление о том что такое компаунт вот это такие планы на следующую неделю что планирую сделать вот в целом как бы ну вернулся начал выводить вот что еще важно начал себя как вот это вот мне не нравится конечно это все выражение из выводить там из зоны комфорта ну вот это типа как миллиардер из лос-анджелеса пишет в своей книжке которую читает василий из бердычева что ему необходимо выйти из зоны комфорта он в нее никогда не входил а тут надо выйти что ему делать этому василию из бердычева непонятно вот то я себя начал вот мне не нравится очень конечно это сочетание но оно наверно максимально подходит к этому выражению это к той ситуации да и буквально какие-то мелочи решают мелочи решают все и как нам как вывести нас из этой зоны комфорта как еще что-то вот но я сейчас объясню о чем я значит был у меня компьютера его оставил в украине вот приехал сюда вот в украине еще купил себе эту клавиатуру для ipad думаю буду максимально как бы переходить на вот но приехал компьютер все равно нужен потому что надо в экселе работать вот и приехал сюда и вчера купил купился новый ноутбук этот мак мак но я же здесь купил соответственно у меня раскладки на клавиатуре 2 арабская и английская точнее английская и арабская ответственно но я еще в украине об этом думал надо думаю в украине купить эти стикеры на клавиатуру но думаю по жлобски будет это все выглянуть на новом компьютере стикеры на клавиатуре как бы лазерной вот этой гравировки здесь нету поэтому сразу отсекаем вот да думаю ну нету и нету как-то сначала подумал буду буду выходить из положения таким образом что буду там какие-то большие письма писать на или документы на айпаде не очень это удобно могу сказать сразу не очень удобно и я со вчерашнего дня начал учиться печатать слепую на русском языке все на одну нормально как бы вчера начал сегодня продолжу уже в принципе набираю там 67 слов в минуту вслепую вот но это жутко для меня это жутко дискомфортно потому что я теряю время сейчас ну грубо говоря мне надо написать какой-то ответ быстро я там сцепив зубы печатаю этим слепым методом но все-таки печатают но и второй момент что мне стало проще писать на английском что в принципе тоже как бы развивает определенные скилзы английского так вот больше пишешь на английском вот я уже там переписку с украиной начало на английском вести ну то есть таким образом как-то выходить из из положения вот но какой как какой бы вариант не был выбран он в любом случае положительные потому что либо я пишу на английском улучшаю свое знание английского либо я печатаю на русском когда мне надо напечатать на русском но слепой в слепом ну слепым методом и этот но на самом деле очень очень круто очень прикольно я считаю что очень полезно на самом деле потому что ты в слепую как печатать в любом случае случае быстрее вот но пока не в моем случае но я добьюсь своего вот так же со следующей неделе я возобновляю изучение арабского ну как бы начинаю надо максимально потому что начал вчера очень сильно падать духом вот надо начинать надо загружать максимально себя работаем за максимально мозг загружать какими-то полезными вещами какой-то просто мишурой ты там вырублять как неплохо я вот здесь вот один там и сюда один так же но ты типа не знал что ты сюда приехал до сложно будет все знают какую цену необходимо платить за за то что ты здесь работаешь вот но за это ты получаешь определенные какие-то свои профиты наверное профиты выражаются только в одном деньгах но я посмотрел сегодня кстати вот этот ролик на фейсбуке по поводу как-то он тысячи камней называется вот это уже там чувак дожил до 55 лет потом там посчитал все воскресенье что он провел с семьей там и все ну как это такая да это как бы такая идеология полезная наверно я согласен что надо семьей проводить время надо но типа это делать таким образом что вот я там дожил до 55 а потом и вот я посчитал что до 75 мне осталось там тысячу воскресенье которые я могу провести я каждое воскресенье там забирал эту бусинку ну короче такой какой-то бред что нельзя проводить но это как типа дарить женщинам для цветы на 8 марта ну блин ахереть вообще да а давайте были дарить каждое воскресенье или каждый понедельник цветы женщинам но это же гораздо будет интереснее чем ты подарил на 8 марта и чувствуешь его бля я поздравил ну-ка это какой-то такой мусор в голове вот надо любить ценить своих близких всегда когда они рядом всегда когда ты с ними рядом то даже когда ты на на расстоянии ты можешь там ну это в частности ну во многом благодаря на благодаря деньгам чуду придумываешь частности находясь там далеко от своей любимой от своих детей любимых ты можешь точно так же на расстоянии показывать им что ты рядом что ты помнишь это благодаря тем же деньгам которые ты здесь зарабатываешь но как-то да хорошо конечно 7 я пока не вижу что моей семье потому что впереди лето и опять же конец учебного года поэтому пока пока не понятно но целом я концептуально да там тысячи ко мне почему тысячи почему бы он типа не не доходят до посуда да да ну без всяких этих мотивационных роликов или то понимание нету что ты же женился там на каком-то на любимом человеке не для того чтобы там потому что тебе хорошо с ним тоже тебе уютно тебе комфортно тебе хорошо ты любишь этого человека вы там ну там какие-то конечно крамольные вещи вы там две половинки одного целого вот поэтому так а почти для чего считать какие-то камни для чего там ну если у тебя есть дети то это же но это твои дети ты их любишь ты хотел и типа гублять тысячу камней я посчитал у меня осталось тысячи воскресенья я теперь каждый день дарю радость своей семье ты ёптой так дари ее каждый день в чем проблема дари эту радость каждый день и неважно ты рядом можно есть миллион способов которые даже при физическом отсутствии рядом ты можешь показывать и доказывать своей семье что ты помнишь любишь и ты с ними всегда непонятно как то сколько опять скомкано все это получилось и опять больше десяти минут вот завтра мы идем кстати завтра тоже будет супер интертеймент я завтра поснимаем мы идем на пейнтбол у нас будет тимбилдинг и это будет это первый раз вы увидите пейнтбол из Саудовской Аравии пейнтбол из Саудовской Аравии это не хухры-мухры это суровые ребята из Египта и Судана против но я надеюсь что не против я думаю меня сразу застрелят просто и будут между собой там лупиться но я против Украины вот всегда все хотят начальника пострелять шутка мои не хотят говорят мы так с тобой скучали конечно вот поэтому а еще вон в Украине вес набрал так это перед Украиной похудел сейчас опять надо худеть в Украине свининка и буженинка и прозрачный напиток сорокоградусные в общем делают свое дело ну надо как-то буду ходить опять вот поэтому всего хорошего всем хорошей пятницы завтра опять в эфире завтра опять у меня на канале всем привет встречаемся завтра пока пока